Джон, рады приветствовать вас в Москве. Здорово, что приехали сюда. Твич, Дота, Лига Легенд, Москва, независимые разработчики. Как это все совместилось? Почему вы здесь? Во-первых, спасибо за приглашение в Москву. Я здесь впервые, но мне здесь уже нравится. Здесь супер круто. Никогда бы не подумал, что окажусь в Москве. Я здесь по нескольким причинам. У меня с инди-девелоперами общий язык. А все дело в том, что я сам пришел в Твич с независимого сайта под названием Destructoid. И мне всегда нравились инди-игры. И меня пригласили на конференцию DevGame, чтобы я рассказал здесь про Твич. А именно про то, что и небольшие студии, а не только ААА, могут пробиться к нам и сделать всякие крутые штуки. Собственно, я выступил и все рассказал. У людей есть такое ощущение, что Твич это некая неконтролируемая система абсолютно, кроме эмоута под названием Kappa, как будто ничто ее не контролирует. И мы видим, тем не менее, что есть люди, такие как вы, которые занимают ключевые посты в Твич. Что конкретно вы делаете в Твич? Ну разумеется, KappaBot управляет всем Твич. У нас вообще никаких людей нет, только несколько ботов. Нет, я программный директор Твич, и я выполняю реально уникальные функции. Те вещи, которые вы видите на PAX, на PAX East, на E3, на Gamescom или даже на Tokyo Game Show, я выступаю исполнительным продюсером по этому контенту, занимаюсь расписанием, иногда помогаю отделу продаж с креативными концепциями. Иногда мне говорят, эй, смотри какая идея, или эй, у нас вообще никаких идей нет. Обычно я помогаю решить такие вопросы, или же сам предлагаю радикальные идеи. Может быть, приведете примеры радикальных идей? Вау. Ну вот недавно придумали кое-что, но я, к сожалению, пока не могу вдаваться в подробности. Да вы скоро все сами выясните. Вот только мы сделаем официальное заявление, и сразу все поймете. О, теперь я все осознал, скажете вы. Вот, оказывается, что он имел в виду. Слишком свежие проекты, пока не комментируем. О каких-то идеях, партнерствах все-таки можете рассказать нам? Пару лет назад мы придумали концепцию под названием «нулевой день». Тогда как раз начиналась E3. «нулевой день» — это время для прессы. Проходят все пресс-конференции. EA, Ubisoft, Microsoft и так далее. Я и моя команда, мы придумали, как осветить контент с этих закрытых событий. В этот день многое происходит, и мы уже там. Итак, Day Zero — действительно важная вещь для Twitch. E3 2016 стремительно приближается, и мы вновь будем там еще до начала событий. Я также участвовал в создании концепции «Кремниевой долины». Это достаточно знаменитый сериал на HBO. «Король нердов» — менее знаменитое шоу на TBS. Я придумываю идеи. Да это просто идеи, ну что уж там. Если все-таки говорить про стратегию Twitch, можно ли сказать, что постепенно вы больше внимания начинаете уделять независимым разработчикам, и как-то отразится это на том, что мы будем видеть в Twitch? С точки зрения аутсайдера, а я-то инсайдер, я по уши в Twitch. Ну так вот, для аутсайдера Twitch — это CSGO или League of Legends. Но это еще не все. Например, прямо сейчас Enter the Gungeon, игра от Devolver Digital, весьма популярна. То же самое можно сказать и о Gang Beast. Stardew Valley была безумно популярной на Twitch. Очевидно, что это не League of Legends, это все более мелкие инди-проекты. Быть здесь и разговаривать с независимыми разработчиками — это важно. Как знать, вдруг они сделают новый Enter the Gungeon или Binding of Isaac? Любая маленькая игра, над которой сейчас работают, может вскоре стать большим хитом. Например, Binding of Isaac крайне важна для Twitch, а ведь над этой игрой работала очень скромная студия, но она добилась своего. Нельзя просто взять и сказать, что Twitch — это сплошное ААА, потому что это не так. У нас есть целая вселенная небольших студий, с которыми мы взаимодействуем. И такие студии, как я надеюсь, будут расти. Будут ли они оставаться независимыми или решат перейти в ААА-лигу? Не столь важно, ведь под этим термином «Триплэй» может скрываться все, что угодно, правильно? Например, есть разработчики и издатели Rocket League. Это инди-коллектив, а ведь их игра стала просто безумным хитом. Все уже смешалось. Кого теперь называть «Триплэй»? Допустим, Microsoft. Ну и они выпускают инди-проекты время от времени. Если посмотреть на это с точки зрения платформ, и посмотреть на такие партнерства, как, например, Twitch и Vainglory, означает ли это, что для вас мобильные платформы теперь будут играть большую роль, и мы больше такого контента увидим на Twitch? Мы хотим все игры, не какой-то конкретный жанр. И у нас есть разные стратегии для разных игр. Вот мы все говорим про то, что должна быть стратегия, да, но и у стримеров должна быть стратегия. Если им кажется, что мобильные игры нужно сделать частью шоу, то нужно решить, как именно это воплотить в жизнь. А мы работаем с компаниями, чтобы упростить этот процесс для всех его участников. Так что мы хотим все игры, и они и так уже у нас есть. До сих пор на Twitch транслируют игры от NES из 80-х. И для нашего комьюнити ребята, которые играют в эти игры, делают очень много. У нас есть и настольные игры, все типы игр. И все-таки, если говорить про Twitch как про контролируемый или неконтролируемый хаос, сколько этого хаоса должно быть, и насколько система все-таки должна подчиняться каким-то правилам, или может быть категоризация? Это система, которую невозможно контролировать. Это интернет. Какие-то вещи становятся популярными, надуваются как пузыри, а потом уходят. Мне нравится думать об этом как о чем-то хорошем. Лично я не модератор. Я не запрещаю никому что-либо делать. Не говорю «стоп, не делай этого». Я смотрю на то, что происходит, и пытаюсь понять, почему именно оно происходит. И потом мы все выносим из этого новый опыт. И такой вопрос. Вы знаете что-нибудь о российских стримерах, например, о таких как стримерша Карина? Я не знаю ровным счетом ничего про российских стримеров. Я знаю кое-что о Wargaming, парень с ником Quickie Baby, по-моему, он играет в World of Tanks. Но это все. Я расскажу вам небольшую историю про стримершу Карину. Да, расскажи, я слушаю внимательно. Она играет в основном в Dota 2 и не то чтобы очень хорошо играет, но у нее много достаточно просмотров, и люди посылают ей пожертвования, к которым присоединяются сообщения, которые зачитываются в Твитчате. И вот в этих сообщениях обычно дело происходит так. Начинаются они с того, что красиво это очень, Кариночка, очень нравятся твои стримы, а в какой-то момент начинаются ругательства. И вот чтобы поругать Карину, они отправляют эти сообщения, привязывая к ним деньги. Что вы думаете о такой идее монетизации? Да я даже не знаю, мужик, честно, нет у меня мнения. Это ее канал, партнерского соглашения с ним у нас нет. Я же не задаю правила, для этого есть специальная команда, так что... Когда я смотрю на стрим, меня интересует контент, сетап, есть ли там шесть камер, зеленая тряпка и так далее. Как именно появляются подписчики, для меня не так уж важно. Ты говоришь про часть большой истории, хотя надо признать, что и к вопросу получения пожертвований многие стримеры подходят весьма креативно. Пока все легально, пока они платят налоги, все окей. В те времена, когда я стримил, я даже не слышал о каких-то системах пожертвований. А если говорить про киберспорт, мы видим, как, собственно, киберспортсмены постепенно начинают все больше стримить на Twitch. Если раньше большинство стримеров были обычными игроками, то сейчас мы видим все больше профессионалов. А вы думали, может быть, об организации каких-то турниров, каких-то соревнований в рамках Twitch? Ну, мне кажется, профессиональные игроки и киберспортсмены всегда были частью Twitch. Еще несколько лет назад, в эру StarCraft 2, а потом появилась League of Legends и второй по популярности на сегодняшний день CS GO. И мы всегда призывали киберспортсменов играть на Twitch, как ради практики, так и ради развлечения. Да и турниры периодически проходят. Я не специалист по киберспорту, я просто странный креативный парень, который работает на Twitch. Но, насколько я помню, этот портал был местом для стримов и по Street Fighter 4, а теперь уже Street Fighter 5 по King of Fighters. Мужик, ты говоришь киберспорт, а я, когда думаю об этом, я беру в расчет не только топовые игры, но и комьюнити вроде любителей файтингов, сообщества Иво, поклонников спидранов. Это вот киберспорт. Но эти ребята действительно делают очень много и устраивают классные соревнования. Но все-таки, если говорить с точки зрения категоризации, вы об этом не думаете. В этом углу у нас киберспорт, в том углу у нас что-то другое. Мы не стараемся специально сегментировать Twitch, но он и так уже раздроблен на много частей. Когда ты смотришь на портал, ты идешь в конкретное место посмотреть на конкретную игру. Но после того, как попал туда, куда хотел, ты все еще находишься на Twitch. А значит, можешь в любой момент пойти вон туда, посмотреть Binding of Isaac. Или вот сюда, посмотреть на Соника или Nintendo Direct. Так что ты уже в этом потоке. И если ты, как зритель, хочешь сегментированности, ты получишь ее. А если хочешь быть частью экосистемы, которая распространяется на все, например, включает в себя документалки по играм или кулинарные истории, то можешь затеряться в нашем мире. Это большой мир. Это не просто гейминг. То есть это игры, но это все тайтлы. Не только киберспорт. Это и спидраны, и Тетрис, и Animal Crossing. Это тайтлы с Sega Genesis, Nintendo и PlayStation 1. И в этом красота Twitch. Когда я был ребенком, я хотел все сразу. Да, любил Dreamcast. Но в целом любил все игры вообще, даже настольные. И если вы хотите затеряться в нашем мире, вперед. Давайте затеряемся вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...